Розы, подсолны, хиромашки и незабудки. Никогда еще школьный карнавал не был таким красочным. Почти две с половиной тысячи школьников полностью остановили движение на Большой Покровке. Еще больше градус мероприятия повысили мыльные пузыри и целый град конфетти, летящий, кажется, со всех сторон. Все здесь просто праздничный цветок в честь выпускников 2013 года в Путнике! Это очень яркий, громкий, веселый праздник. Расстояние от кинотеатра Орленок до площади Минина прошли за рекордное время. И здесь начинается самое красочное действие. Кажется, что народу на площади гораздо больше, чем предполагалось. Как оказалось, со школой расстаться гораздо проще, чем с карнавалом. Вот и Никита уже студент, но тоже на Минина. Прилетел на блестящих крыльях. Вот они за спиной. Костюм, воплощение жука, цветов. Светет и пахнет. Все хорошо. Зелень, солнышко. Мы всему радуемся. Со сцены выпускников поздравляют руководители города. А поскольку формат мероприятия без галстука, то пришлось эти самые галстуки в срочном порядке отрезать. Прямо с шеи. Ну и окончательно развязавшись, Олег Сорокин и Олег Кондрашов даже сели за барабаны. Сумасшедшее ощущение праздника. Конечно, молодежь такая красивая, счастливая, раскрепощенная, свободная. Такие глаза, не знаю, у кого-то немножко грустные, у кого-то, конечно же, больше радости. Но я понимаю, что этот день запомнится именно всю свою жизнь. Наряжались выпускники не только ради веселья, ведь это еще и конкурс на лучший костюм. Главный приз – поездка на венецианский карнавал в следующем году. Страсти разгорелись нешуточные. Кто-то танцевал, кто-то менял парики прямо на сцене. Ну а лучшим стал Илья Бурнаев из 49-й школы. Костюм Буэнос Диас делал несколько недель. Помогали все – и родители, и друзья, и даже девушка. Пришла в голову идея кактус. Кактус, он когда цветет, цветок красивый. Но из-за колючек он себя не дает в обиду. И вот это не такое простое растение. Не все его дома держат, все дома держат красивые цветы какие-то. А вот кактус тоже может быть добрым и радостным. Кстати, уходить с карнавала никто не спешит. Все прекрасно понимают, что понедельник будет особенно трудным. Экзамены начинаются.